Есть лишь одно за что стоит сражаться. Он знает это, в то время как его отец ослеплен ложной праведностью. Братья изображают из себя богов в безбожной вселенной, но он знает, пусть даже никто не услышит и никто не поймет этого, что есть лишь одно за что стоит сражаться. Он стоит на вершине баррикады, в руках воют топоры. Мертвый город снова и снова посылает против него своих лучших воинов. И раз за разом лучшие воины мертвого города с воплями падают обратно кусками плоти и керамида. Некоторые носят цвета его братьев, царственный пурпур самодовольного вулгрима или тусклые тона мертвопледного Мордариона. Они нападают, мечтая о славе и гибнут, познав лишь боль и позор. На некоторых грязно-белое облачение его собственных сыновей. Они умирают точно так же, как и остальные. Они проливают такую же кровь и выкрикивают те же клятвы. И когда их тела вспороты, а органы оказываются на холодном воздухе, они источают точно такое же зловоние. В вихре мечей его посещают проблески озарений. Вытравленное на доспехах имя кажется знакомым на протяжении одного удара сердца. Угол удара топора напоминает о другой схватке из тех времен, когда пылающее светило опаляло красный песок. Он убивает всех воинов, кто появляется перед ним, и преследует тех, кому хватило ума отступить. Первых, он сокрушает одиночными ударами надужно работающих секир. Вторых, преследует прыжками, как звери с арен, когда догнались за измученными голодом мужчинами и женщинами. Слава! Слава для тех, кто не сумел обрести внутреннюю силу и стал пустым паразитом, кормящимся любовью даже тех людей, которые стоят ниже него. Слава для трусов, которые боятся дать своему имени сгинуть. Теперь он стоит над их телами, приумножая их количество и оставляя на нагрудниках отпечатки подошву. У его ног высится памятник тщетности. Каждая смерть означает, что ему нужно карабкаться выше, чтобы встать, чтобы встретить свежее мясо. На спину и плечи, словно лапы зверя, продолжают обрушиваться удары выстрелов. Раздражает, не более того, едва ли даже отвлекает. Эта битва была выиграна в тот миг, когда он только ступил на землю мертвого города. Он погружает топор в грудь очередного из сыновей, но чувствует, что оружие выскальзывает из мокрых от крови пальцев. Когда воин заваливается назад, цепь на запястье туго натягивается, не давая лишиться секиры. Однако он понимает, что они пытаются сделать. Трое его собственных сынов с криками силятся удержать захваченный топор. Пусть даже клинок застрял в теле одного из них. Последняя жертва воина, отменивающего свою жизнь на шанс обезоружить врага. Их объединенная сила давит на руку. Его тяжелое дыхание срывается в клокочущее рычание. Он не тянет назад, не сопротивляется, а бросается на них крушат. Доспехи ногами, кулаками, зубами из темного металла. Благодаря своей жертвенной уловке, они просто умрут забитыми насмерть, а не подвижащим клинком цепного топора. Их тела добавлены к монументу из трупов. Теперь каждое движение причиняет боль. Каждый вздох из терзанных легких проходит сквозь кровоточащие губы. Есть еще время, время, время. Он может выиграть эту войну без пушек брата. Завоевание. Кто из тиранов первым начал мечтать о завоеваниях и объявил жестокое притеснение доблестью? Почему господство воли одного над другим манит людей сильнее всех прочих грехов? Более двух столетий император требовал, чтобы галактика подстроилась под его принципы, ценой десяти тысяч культур, которые жили свободно и не нуждались в его тирании. Теперь же гор требует, чтобы звездные народы, разрушенные империей, стали плясать уже под его дудку. Миллиарды умирают во имя завоеваний, чтобы подкрепить гордыню двух тщеславных существ в людском обличии. О сражении ради завоеваний нет никакой доблести, нет ничего более никчемного и пустого, чем искоренять свободу во имя новых земель, денег, голосов, распевающих твое имя, как священный гимн. Завоевания столь же бессмысленны, как и слава. Хуже того, их эгоистичная суть – зло. И то, и другое – триумф, лишь для глупцов. Нет, ни слава, ни завоевания. Он идет за добычей по кровавому следу. Воин обмяк на земле, привалившись спиной к стене. Поверх брони на бедрах влажный узор внутренностей. Лицо покрыто кровью. Все в этом мире покрыто кровью. Но на лице Центуриона отразилась сама битва. От половины осталась только оголенная, треснувшая кость. Остальное содрано топором. Уцелевший глаз офицера прищурен от сверхъестественной концентрации, которая необходима, чтобы остаться в живых и не кричать, когда кишки вырваны из тела. Он не должен был выжить, однако выжил и поднимает болтер. Ангрон улыбается прекрасному упорству человека и отбивает оружие в сторону, плоской стороной продолжающего работать топора. Нет, произносит он со свирепой сердечностью. Этот воин и его обреченные братья славно сражались. Их отец старается избежать унижения в последние мгновения. Другие сыновья, верные ему, поют его имя вопя в развалинах. Они поют имя, которое дали ему рабовладельцы, когда он был владыкой красных песков Ангрон. Он не знает, как его намеревался назвать император. Ему никогда не было до этого дела, а теперь возможности спросить уже никогда не представится. Повелитель, произносит умирающий Центурион. Гром садится возле сына, не обращая внимания на ручеек крови, который течет по губам, пока гвозди мясника тикают, тикают и тикают в задней части мозга. Я здесь, Каурагар. Пожиратель миров делает судорожный вдох, явно один из последних. Единственный глаз выискивает лицо. Рана у вас в горле. Слова Каурагара сопровождаются пузырящейся на губах кровью. Это был я. Ангрон касается собственной шеи. Пальцы ощущают влагу, и он улыбается впервые за много недель. Ты хорошо бился. Голос Примарха низко грохочет, словно землетрясение. Вы все хорошо бились. Недостаточно хорошо. Центурион скалит потемневшие от крови зубы предсмертной ухмылки. Ответь мне, отец, почему ты примкнул к архипредателю? Улыбка Ангрона угасает, полностью уничтоженная невежеством сына. Никто из них так и не понял. Они всегда были так уверены в том, что получить власть над легионом – честь для него. Но он лишился избранной им жизни в тот день, когда Империум оторвал его от подлинных братьев и сестер. «Я не за город», – выдыхает Ангрон. «Я против Императора. Понимаешь, Каурагар, теперь я свободен. Ты можешь это понять? Почему вы все твердили мне последние десятилетия, что я должен считать жизнь рабочестью, в то время как я был близок к тому, чтобы погибнуть свободным?» Каурагар смотрит мимо Приморха. Светлеющее небо из приоткрытого ртовой натечет кровь. Каурагар, Центурион, выдыхает и сдает медленный усталый вздох. Его грудь уже не вздымается. Ангрон закрывает сыну уцелевший глаз и поднимается на ноги. Он снова подбирает с земли топоры, и цепи гремят о броню. Ангрон, его имя – имя раба. Он шагает по развалинам, терпя ликующие крики обогренных кровью последователей. Воинов, которых заботят слава и завоевание, и которые от рождения совершеннее, чем те чужаки и предатели, кого не убивают. Битва с себе подобными – практически первый выпавший на их долю честный бой, и от этой мысли губы их генетического предка кривятся. Пока воля императора не сковала Ангрона, он со своим оборванным отрядом сопротивлялся обученным и вооруженным солдатам своего родного мира. Они ощущали вкус свободы под ясным небом и разоряли города поработителей. Теперь же он возглавляет армию, разжиревшую за столетия легкой резни. Они подбадривают его точно так же, как раньше хозяева, когда он расправлялся со зверями ради их увеселения. Это не свобода, он знает об этом, хорошо знает. Это не свобода. Думает он, глядя, как пожиратели миров выкрикивают его имя, но бой только начинается. Когда император умрет под ударами его топоров, когда его последняя мысль будет о жалкой тщетности великого крестового похода, когда последним зрелищем в его жизни станет железная улыбка Мгрона, тогда повелитель человечества узнает то, что он знал с тех пор, как взялся за свой первый клинок. Свобода то единственное, за что стоит сражаться. Вот почему тиранов всегда свергают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!